В падении ручья стоят бочки Видно, приезжают на едеходов И вот моя стояночка Эта возможности Эту песню старую позабыть пора нам На глухомоторы и сердца зачехлены Снова тянет с севера снегом и туманом Снова ночь нелетная даже для луны Пережидая опять непогоду Вечером был сильный ветер, принес дождь, ливень просто Потом нашла промежуток времени, когда Чуть-чуть стала пореже поливать Вылезла, привалила все еще более крупными камнями А то боялась палатку унесет А потом шквалы прошли И просто дождь, дождь, дождь С палатой 11 восстановилась великолепно Чувство голода отступило, потому что все время ем рыбу Даже кашу не ем в последнее время Рыба жирная, хорошая И вот дождь до сих пор Ну морость, морость сейчас И накатывают новые облака периодически Не хочу покидать стоянку В мокрую погоду Ну, в общем-то Чтобы у меня Оставались сухие вещи Здесь нельзя ходить Чтобы полностью промокнуть Вообще не холодно Я сижу просто в куртке И не хочется накрываться спальником Значит, еще не очень холодно Было и холоднее Довариваю уху из последней головы хвоста И надо будет на рыбалочку сходить На улице у нас Оказывается, нет дождя А, вот сейчас прояснилось Прояснилось Ну, периодически Вид закрывается В такой пелене Серый Морость находит Ладно, сейчас поем Пойдем гулять Такой здесь водопадный ручей Вот Именно по нему я В хорошую погоду Ну, завтра, наверное, буду подниматься На водоразделке На Сегольцовой А вверху ручей становится обычным Сундромом И вот Туда идет мой путь Да, если на предыдущем участке Река Жданова Текла в таких Раскрытых берегах Сейчас Вот в этом месте Она входит В такое ущелье Ну, может быть Даже до каньона Не знаю Каньон, это когда С двух сторон Отвесные стенки Но здесь берег Уже совсем Не гостеприимный Тут, во-первых Не вылезешь И вот какой Курумник сверху Так что Я очень вовремя Вчера Остановилась Очень У меня был вариант Конечно Начинать Волок Чуть ниже Чтобы посмотреть Всю речку Но Когда такая погода И Такая речка Становится Более Сложная Лучше Воспользуемся Другим вариантом Прохода Ну а вот Эта часть С порогом Сам порог Виден Вот он Резкий Перепад Ну В середине Там, конечно Волы Лучше Рисоваться Одинок Но Слева Легко Обходится Легко Можно Обойти Левым Краем Безопасно Но Надо Все равно Просматривать Для Прохода Я Не Делею С Не Пошла Дальше Лишнее 25 Кометров Сплава А Расстояние Волока Здесь Даже Короче Нет Это Сверху Конечно А так Смотрю А там Валы Хорошие Можете Положить Вот Идешь Перевернуть Остан Порогам Будет Наш Такая Прозрачная Вода Порогом Искала ночная морость прошла, туман поднимается надо выходить на маршрут под утро даже или вчера вечером трогала капельки на тенте мне казалось, они уже замерзли но они не отваливались и некоторые даже начинали стекать так что мороза пока нет, но близко к этому у меня утренний процесс надевания носок и вкладышей в сапоги вот у меня на каше на каше немножко носок подогрелся он чуть влажный, ходовой носок те, которые я сплю, шерстенные, снимаю надеваю этот носок и потом я кашу поем и он у меня нагреется теплом моим раньше полярные путешественники использовали для утепления обуви полярную осочку вместо стелек собирали ее сушили да и вообще полярные жители я же сейчас использую шерсть овцебыка вот я беру кусок шерсти и кладу его внутрь вкладыша это у меня поверх носков идет вкладыш сапоги они тоже никак не подсыхают здесь вообще ничего не сохнет до конца такую погоду я уже не знаю сколько дней ну вот на дно стелю стелю шерсть не знаю, видно ли надеваю и прям как в печку отлично и уже сверху поверх надеваю сапог и так вполне нормально можно идти и так мне нужно теперь пройти порядка 17 километров через водораздел и для кольцовый рюкзак, конечно же, легчает но на сплаве я сейчас практически не ела каши одну рыбу и он весело разбрузился ну хотя уже, наверное ну уже меньше, что-то 25-меньше, наверное так что я думаю легко дойду тут главное идти не допоздна потому что вечером вечером, как правило, начинается морозь дождь скучаются облака но сейчас ветер северо-западный встречный скатный холодный надо не перчатки надевать но главное нет дождя и это очень радует так что думаю все будет отлично в общем в общем у нас и 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 до скорбуха глубокого ручья более побольше дорога всегда простая а тут крупноглыбовые осыпи свежие и вот ручей еще подснежник вернее течет снежник на его борту еще лежит я здесь невысоко Я поднялась со 100 метров 50-60 метров Река Жданова остается позади Успеют ли эти снежники растаять до будущей зимы? Тебе я не уверена Успеют ли эти машины ушли на юг? Успеют ли эти машины ушли на юг? Красиво Здесь наверху уже все выползилось Сзади туман Подступает Облачность Но у меня пока есть видимость Здесь ориентироваться сложнее Потому что такой сглаженный рельеф Но пока туман не накрыл Все нормально Пока Моя путеводная нить И служит этот небольшой ручей Но скоро Закончится Я проверяю Его направление с компасом А то здесь Немножко шалит Магнитная сфера Бывает Не совсем Не быстро Устанавливается И немножко круче Да, вот интересно В принципе, я сейчас иду на северо-запад А он показывает Уже к востоку Вот Вот так вот здесь Такие аномалии Склонения Да и просто У полюсов Горизонтальная составляющая Магнитного поля Очень небольшая Поэтому Магнитный компас Работает плохо Здесь Наверху В основном Камень Мох Да Лишайник Ну вот В тумане По притокам я Ой По Водоразделы Я По приборам По компасу и карте Все-таки вышла Вышла На Нужный мне приток Нужный распадок Нашла Просчитала его По времени Расстоянию Это приток Нужного мне Ручья В видимости То лучше То хуже Но шла Вот Малаке Тяжело Конечно Так Ориентироваться Но вышла И теперь Теперь буду надеяться Только вниз Ну там еще Один Большой вальчик Преодолеть И я приду На озеро Трех сестер Куда Я метила Выйти Откуда Вытекает Достаточно Значительный Приток Речки Гольцовой 44 метра Надурного моря Будет А сейчас я где-то На трехстах Наверное О Чем ниже Тем лучше Видимость Из тумана Вон выплывает Рельеф Все Здесь уже не заблудишься Все Я уже вижу Что я попала В правильный распадок Ура Теперь только дело Дойти еще километров 8 Не больше 9 Наверное Перекусить бы Но под дождем Под дождем Не под дождем Не только перекус Но и разгрузка Психологическая Разгрузка А то я сейчас Переживала В тот ли я Распадок Спущусь Туда ли я Выдаю Тебе Я уже точно Объявилась И Не переживаю Спина Опять же Отдыхает Конечно же Ой На обед У меня еще Сегодня с утра Уже рыбы не было Поэтому есть Хочется На обед у меня баранки С остатками Вот икры Нормально Дальше Скала Моросик 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 Почти нету Облака То находят То больше Видимо То меньше Вот так вот В нашем деле Главное вовремя Перекусить Чтобы не терять силы Чтобы хватило их Чтобы дойти До нужного места Еще Поставить Лагерь Ручей Постовой Так Иду по этим С рухным Ставням Или по воде О, долина сузилась Хорошо Нет Водорослей Не скользко Пошли какие скалы Черепицы Черепицы Прямо на любой вкус Да Не дошла чуть-чуть Можно было бы здесь пообедать Уже Почти не дует Уже почти не дует Уже почти не дует Ах какие Какие Полосатики Какие-то породы Растворяются Уже 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 Думаю Правее Правее Найду Обязательно Аж мне Пересечь реку Прямо дальше Да Ущелье Все Ущелье Все Ущелье Вот оно Упадение Жало мощное Придется Наверное Сотмашки Пока Не найдут Подъема Наверх Направо Придется Вон В реке Да Вот что Вниз По течению Какие там Какое ущелье Я попробую сверху подняться Вот там кто проглядывает Есть Куть подъема А кто Нашел сюда Приток Приток Тихо Который Которым я пришла сюда И вот Наверх Просматривается Там должен быть Куть подъема Там поменьше скалы Ну и судя по карте Я посмотрела Вон где-то Где-то Вон там Поднимусь Ну а здесь На север Прямо В лоб Конечно Не заберешься Далеко Впереди На севере Впереди Полоса Отсюда Там В двухстах Километрах Отсюда Сходятся Воды Карского моря Море Киллаптево На мысе Челюскин 200 км Примерно До него А здесь Внизу Распадки Сейчас Я вижу Озеро Трех сестер Киллаптево Киллаптево Трех сестер О Что я увидела Бинокль Там Болок О Может там можно Может там дрова есть Пойду туда посмотрю Может и ничего Знаете о чем мечтаю Вдруг там книжка будет В балке Так у меня в принципе всего хватает Ну конечно Погреться Если там печка Это было бы тоже здорово А продукты-то у меня еще есть И рыбу я могу еще наловить У меня запас Слава Бога есть И газы и продуктов Но вот В непогоду Когда нечем заняться Так хорошо почитать У печки Ух Сейчас посмотрим Что там в балке Ой прям я Размечталась А вот это Ой Не фокусирую Вот это Это вообще обалдеть Что я увидела На другом конце озера Там целая Целый Лагерь Во Ничего себе Вот 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 это Да-да-да Пока эту чашу В балке Да-да В лагерях Сил нет Туда пойти надо Так Так Ага Здесь не поживешь Эх Хотя Хотя Пить Конечно Работает Да не конечно Я здесь не буду Энсенары Развалены Ну Разным смыслом А сегодня Двадцать 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 Вообще На той стране Я увидела еще и балки Два балка Может они получше Ну и конечно Я бы не смогла все-таки остаться тут Когда Недалеко люди О Здесь палатки Что-ли Ставят Сюда Рыбачи Все-таки Приезжают Наверное Здесь хороший Клюв Ух-ты Прям Прям Лагерь Здесь разбивают Палатки ставят Тамойник Надо же Хорошее место Наверное Для рыбалки Ну ладно Я свою рыбу везде поймаю Пойду к людям Думаю Здесь Вдоль этого осыпного склона На берегу Пройду Как-нибудь Что ж Буду стоять двух километров от людей Не Это вообще невозможно Интересно Все-таки Заскучилась по людям Что там говорить Так Что здесь Наверное Супо отсутствует Стекла Вот Ну я Потомилась О Там все светит О Все Разруха Так Дров Много Но Поставящую здесь палатку Да Людей ищу Километров Решил я дойти Не каждый же день С людьми встречаюсь Пообщаюсь Пообщаюсь С людьми Поставить палатку Можно будет Поставить палатку А тут уже следующее озеро Может быть Протомка между тем озером и этим Милкой Так что Хорошо Что я начну Сплав С овощей Хочешь Мsch llega Пойдем Проводи меня Да ладно Да ладно Мы уже познакомились Мы уже познакомились с тобой Веди хозяева Пойдем Вот где тут у вас люди Ну нифига, здесь техника, вот это да, здравствуйте, ну у вас и база тут, здравствуйте, меня Марина зовут Марина, я вас по интернету знаю, конечно Вот это да, у вас палатка, ничего что ли, снимаю вас Вот даже холодильник, я не представляла себе такого чуда, слушайте, ну у вас здесь просто рай, а я вот такого чуда не ожидала Недавно мне снились пироги, и вот, мечты сбываются, и компот Главные люди, в большом количестве Я только что из бани, это такое блаженство, это столько горячей воды, это сколько хочешь горячей воды, а теперь я пью чай с гущёнкой Меня опекает тёзка Марина, такая хорошая девушка, местный повар В общем, мне так повезло, что просто, я не знаю, я не знаю, как может повезти Я думала, у меня вообще сил ни на что не будет, а вот хватило и на баню, и уже на повторную сгущенку Не хватило Вот главный шеф-повар Вот, меня всячески опекает Вот варенье, рук человеческих Нет, я не пила, но я пьяная от счастья Вот это да, и вот это защита от медведей Ух ты, она тяжёлая? Нет Не, не тяжёлая, я возьму, пожалуй, я возьму, я не буду бояться, отлично Вот это защита, вот это я понимаю, почти ничего не весит Правда боится? А это уже проверяли? Да, в цебуков-то не работают Да, в цебуков-то, что, они не опасные А кто сказал, что работают эта штука? Люди Да? Да Отлично, спасибо, вот это царский подарок Сегодня сильный-серный ветер Я остаюсь на день, как минимум, в этом уютном уголке Сегодня будет ещё день рождения Вот здесь хлеба выпекается Продукты Иногда даже вертолёты заводят Я приехала, они здесь уже были Уже были, да, то есть ещё могли с санным путём привезти? А вы посмотрели? Вот парнишка Будет часть авигации А-а Ну, по кораблям Будет часть вертолёта, например Будет часть зимней машины Понятно Там зависит от того, от сферопорта Какая-то Но в основном навигация заводится Будет праздничный салат Красный торт Я попала к геологам полярной экспедиционной компании Да, здесь целый посёлок геологов Они так и называют его посёлок Большие балки были завезены на санях Ещё весной Топливо А людей сюда доставляют на вертолётах Одиннадцать человек сейчас жили Столько разных, можно сказать, строений Это баня Так Здесь вот Целый бак горячей воды Вот Умывальник можно легко голову помыть В общем, всё здесь Всё для людей О, кипящая вода Огромный генератор На жидком топливе Это жилые балки Мужской и женский Вот это каюк Компания Все сейчас в основном уже уехали на маршруты Соня готовится Соня готовится, чтобы не рожду Вот это жилой женский балок В котором меня разместили Ох Соня я тут великолепно спала Так, здесь вот такие Такой балок Тепле и уюте Вот такое обиталище Здесь балки Валик есть Свой местный Такая здесь поржа Тут хлебушек свежий хранится А ветер Ветер гудит в растяжках Да, ветер сильный Вот на озере Барашки Сегодня А на север мне как раз идти А с севера вот такой ветер Не пойдешь Так что вовремя встретила людей И пережидаю непогоду И вертолет в такую погоду не летит А его ждут, ждут Что это, Саш, за палатка? Это наша камералка То есть здесь Упаковываются пробы Для отправки Вот Пасуется в другом помещении В другой палатке Понятно Рабочая обстановка А вот в эти мешки Складываются пробы, да? Да? Да, да Отпеть в коробке Но если коробок не хватит Будем в мешки складывать Да так На всякий случай Понятно У нас будет пробы моего веса Куртку сняла На упаковке Вот так Так 50 58 А так 57 57 800 57 800 Возника Ну нормальный Вот это медь Это как раз образец, да? Да, хороший Надо же, какая Прям зеленая Разрешиваем Что, Марин? Часто у вас такой ветер? Будем ждать Пока я стиралась шифрова С помощником приготовили красный торт Это что такое, Марин? Середка под шубой Значит, вы передаете прогноз погоды На вертолетную базу в Хаттангу, да? Начальнику Своему непосредственному Ну Который находится В Хаттанге В офисе И далее Он уже Передает информацию Вертолетный отряд Там, где принимают решения Вылетит А сейчас какая сила ветра? 20 метров 15-20 И порывы Ну, до 25 До 25 даже? Понятно Вот этот, как он называется? Сейчас Колдун? Нет Просто конус Конус? Ага И что? Когда он полностью надут Это значит? Ну, если он полностью На нем складок нету Он стоит Не шелохнется Это уже Ближе к 30 метрам Тогда вообще нету Ну, вот сейчас Где-то Метров Ну, 18 Вот так Он мягкий весит Ага То есть 15-18 Даже 20 метров Петрюга Мы отправляемся на озеро Не знаю, что будет Но я попробую половить Вот так Как называют Машина Мантера Мантера Это вездеход? Да, кикается Классно Вот это да За прицепом Классный едет Скорость какая? Скорость километров 10 10? Да Да Сильный ветер Будет ли ловиться рыба? Из этого озера Вытекает один из притоков Реки Гольцовой Отсюда я начну сплав И мне сплавляться около 100 километров До устья реки Гольцовой Мне обязательно Обязательно нужно поймать рыбу Я хочу сделать запас Запас продовольствия А пока я стою здесь у геологов У меня есть возможность Нажарить рыбу Впрок Главное Поймать бы Единственного своего гольца В этом маршруте Я поймала на реке Жданово Ну и конечно давно уже съела Я могла там поймать еще Но я понимала, что Если я поймаю его через Перед началом волока Я не успею съесть всего А тащить с собой Они же крупные Через водораздел Но это было бы тяжело Поэтому я там не ловила больше И я верю Я верю, что здесь Мне попадется что-нибудь Вот оно, моё рыбацкое счастье Ха-ха-ха-ха Есть, первый колечек мой Ох, хороший Хороший Ух, какой Здорово Идет, идет, идет Нет, заказывай не так ясно Ох, какая Ох, какая Килограмма Три Наверное Или больше Может и больше Все Калета Загрузки Загрузки подано У меня Рыба Хватит Вот такой Лов Класс Говоришь, два раза в день печешь Или три Бывает и три По две штуки На 11 человек Тяжелая работа У повара А у нас тут жарится рыбка Ой Вот то, что я поймала И жарим Я почистила и положила Не было Тем временем Ребята вернулись С маршрута Современные геологи На работе После работы На ужине Друзья Мне еще Сейчас делают Царский подарок У меня будет Основная дудка И дудка запасная Как? Если громко То, конечно, вообще Точно? Такую боится, да? Ну, мне всегда Если громко свистеть Он гонюшу закладывает И животные боятся А когда-нибудь Пугал кого-нибудь? Только оленей пока Пока только оленей Похватит Тебе боялись оленей? Ух Отлично Ты же волку говорил Свистел На следующий день Ветер еще не совсем стих Некоторая непогода Я решила остаться Еще на денек И посмотреть Как работают геологи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!